Мастер-класс смоленского художника Памяти павших будьте достойны! Лекарства для льготников будут в полном объеме Плохие погодные условия В историко-краеведческом музее Десногорска состоялся Мастер-класс художника Святослава Арайса Подробности прямо сейчас Святослав Арайс – доцент кафедры дизайна Смоленского государственного университета Участник и дипломант многих международных выставок Член Союза художников и Союза дизайнеров 30 ноября он приехал в Десногорск Чтобы провести мастер-класс по масляной живописи Для воспитанников художественной школы Олег Сюдунков совместно с художником Святославом Олеговичем Нарисовал натюрморт Я получил большой опыт написания картин масляной живописи Я был бы рад это повторить Благодаря мастер-классу воспитанники художественной школы Познакомились с новой для них техникой масляной живописи Роспотребнадзор ежедневно проводит мониторинг По уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ С 20 по 26 ноября на Смоленщине Уровень заболеваемости населения был очень высокий На 12% больше, чем на прошлой неделе Лабораторные исследования выявили аденовирус Вирус простого герпеса и парагрипп Прививки получили около 40% населения области Осложнения после вакцинации не зарегистрированы За последние 10 лет в области в два раза сократилось количество Сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Население региона постепенно мигрирует в города Необходим целый комплекс мер государственной поддержки селян Это газификация, водоснабжение, предоставление жилья и ремонт дорог На заседании общественной палаты совместно с представителями власти Обсудили возможности более обширного участия региона в госпрограммах по развитию сельских территорий Перебои с поступлением бесплатных медицинских препаратов для льготников Ставят под угрозу их жизни Что делает наша медсанчасть, чтобы ситуация не стала критической в следующем году Мы расскажем в нашем сюжете В Десногорске более тысячи льготных больных, для которых поступление бесплатных лекарств жизненно важно Временное отсутствие лекарств в аптеках области в конце прошлого года создало некоторую социальную напряженность Какие меры принимает медсанчасть 135 для того, чтобы подобного не случилось в следующем году Нам рассказала заместитель начальника МСЧ 135 Лидия Штаний В течение октября-ноября 2017 года врачебная комиссия МСЧ 135 по лекарственному обеспечению льготников Готовила списки льготных категорий граждан Согласовывались регистры пациентов, страдающих бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, рематологическими, гематологическими Согласовывались с каждым главным нештатным специалистом Департамента Смоленской области по здравоохранению И 24 ноября этого года мы защитили в полном объеме заявку как по региональным, так и по федеральным льготникам Включив туда также конкретные лекарственные номинования и те препараты, которые не входят в перечень жизненеобходимых и важнейших лекарственных средств Департамент Смоленской области по здравоохранению нас заверили, что с января 2018 года лекарственные препараты будут поступать в полном объеме в соответствии с нашей заявкой От спокойствия таких больных напрямую зависит их благополучное самочувствие 29 ноября поздно вечером в Шумяческом районе произошел пожар в частном доме, в котором погиб 62-летний мужчина Причина возгорания устанавливается, по предварительным данным, одной из версий является неисправность отопительной печи Смоленские полицейские поймали преступника Он сбежал из колонии-поселения в Московской области 21-летний беглец отбывал наказание за совершение краш и грабежей Он добрался до Сафонова, напал на пенсионерку и забрал сумку с документами и деньгами Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, изъяли похищенные вещи и взяли его под стражу Ему грозит срок до 4 лет День неизвестного солдата с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских войнах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами Именно в этот день, в 1966 году, во знаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду В Десногорске на мемориале Курган Славы несколько захоронений неизвестных солдат останки которых были подняты на полях сражений Смоленщины С 2014 года жители нашего города в любую погоду с благодарностью несут цветы чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь для светлого будущего многих поколений потомков 28 ноября в 4-й школе состоялась встреча «Открываем таланты вместе» на ней присутствовали участники конкурса «Слава Созидателям» Анатолий Пригаркин, Григорий Дуленцов, Николай Глазьев ученики 3-х классов показали свои творческие способности они танцевали, пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах гости рассказали ребятам о своих профессиях о том, как строился город, как жили дети в этом городе, чем они занимались диалог прошел в дружной и доверительной обстановке «Мы привыкли и не ропчем на превратности зимы то мы снег ногами топчем, то с дождем в обнимку мы» На территории области в ближайшие дни будут сохраняться неблагоприятные погодные условия Десногорцев призывают быть очень внимательными «С 1 по 4 декабря текущего года на территории области ожидается сожжение погодных условий в виде осадков в виде мокрого снега и дождя Данная информация доведена до руководителей дорожных организаций, коммунальных организаций К водителям более внимательно относиться к передвижению на транспортных средствах по территории города соблюдать скоростной режим и дистанцию транспортных средств Это все новости на сегодня С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание! Хороших вам выходных!